и перед тем как продвигаться дальше нам все-таки стоит наконец-то поднять свой уровень и наверное это будет все таки жизнь немножко стойкости и все остальное мы вложим в адаптивность адаптивность повышает сопротивление к различным эффектам таким как яду кровотечению каменению проклятию но также еще самое важное она увеличивает подвижность подвижность влияет на выполнение каких-либо действий например на выпивание бутылочки эстуса чем выше подвижность тем быстрее ваш персонаж выпивает эту бутылку также при перекатах или отскоках у вас увеличивается количество кадров когда ваш персонаж неуязвим так называемые айфреймы это тоже очень помогает когда вы играете именно персонажем который не очень сильно полагается на щит а больше полагается на уклонение и перед тем как продвигаться дальше давайте посетим одно место где встретим парочку нужных нам в будущем нпс омпс 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но лучше это сделать немножко позже И кстати я совсем забыл Я конечно же прокачал свою катану Но при этом Не прокачал свою ловкость до плюс 16 В данный момент я потратил очень много душ и осколков титанита зря Ну что ж, я думаю, что в ближайшее время я исправлю эту оплошность и прокачаю ловкость до 16 Здесь у нас такие вот гоблины Которые держат рука какие-то отравленные останки тела Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отличнейший подарок Бесполезный радужный камень Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 И каждые несколько лет появляются на этих растениях. Их цветы и эффект зависят от погоды и качества почвы. Еще с давних времен эти плоды применялись в ритуалах. Ну и остальные плоды имеют такие же описания. Защита от молнии, защита от огня. Также она продает 6 различных пирамантий. Как атакующих, так и защитных. Это огненный шар. Стандартное заклинание пирамантов поражает врагов огненным шаром. Для использования пирамантии возьмите пламя пираманта и используйте пирамантию у костра. К сожалению, пламя пираманта у нас пока нет. Огненная сфера, усиленная версия огненного шара, поражает врагов разрушительным сгустком пламени, нанося также урон оказавшимся неподалеку противникам. Эффективность пирамантии зависит от силы пламени пираманта, которую можно повысить при помощи улучшений. Поджигание. Элементарное заклинание для пирамантов-новичков выпускает заряд пламени. Самое простое заклинание пирамантии, но удивительно эффективное. Отравляющий туман. Пирамантия неизвестного происхождения создает облако ядовитого тумана. Это заклинание противоречит самим принципам пирамантии. Очевидно, ее создатель был из еретиков. Сырая плоть. Пирамантия, питающая тело энергии огня. Вы обильно потеете, что позволяет снизить наносимый магией огня урон. Очень полезно при сражении с другими пирамантами, использующими огонь. Главное не обращать внимания на косые взгляды. Железная плоть. Пирамантия, питающая тело энергии огня. Ваша плоть становится сродни железу, что повышает вашу защиту и сопротивляемость. Легко догадаться, что наш вес возрастает многократно, а скорость движения снижается. Это заклинание, произнесенное в неудачный момент, может привести к неприятностям. Пирамантия, питающая тело энергии. Так, пока нового она ничего не говорит, говорит о ее учителе Кархиле. Некоторого, кстати, мы тоже скоро повстречаем. Ну что ж, я избавился от статуи, которая мешала тебе продолжить свой путь. Это что ты делаешь, это? Не думал, что ты это делаешь, пар. Нет, нет, нет. Это не как это звучит, нет. Это было бы не очень приятно, что это все. Меня зовут Бемхарт. Благодаря тебе, я могу продолжить мою путешествие. Если мы share the same path, I'm sure that we are going to meet again. I'll repay my debt to you in battle, I swear it, by my sword. The road ahead is going to be long, but I'm here to help. I am in your debt. It's a true man who honors his debts, and I'll see mine paid. У него можно выучить жест, радость. I am in your debt. I am a true man who honors his debts, and I'll see it. I swear it, by my... Итак, Бенхарт. Его тоже придется не раз призывать на битву с боссами, чтобы продолжить его сюжетную линию. Мать ее, ловушка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тварь меня практически отравили. Ну, еще Василиска тут не хватало. Блин, хоть бы помогла своей пирамантии, что ли, стоишь на смотришь. Прокачал, блин, утиготану и рапиру, чтобы биться при помощи длинного меча. Отличный план. Таким веселым, радостным голоском говорит, как будто только что ничего не произошло. До свидания. Здесь у нас очередной костер. А то, ради чего, можно сказать, мы сейчас и шли сюда. Лежит здесь. Это осколок вляги с эстусом. Но можно также немножко продвинуться вперед и там взять еще пару полезных вещей. Чего-то не получилось перепрыгнуть. Зачем они поставили здесь эту колонну? Здесь у нас противник похожий на полого гнома. И он, к тому же, еще и очень прочный. Шлем гирмов. Он нам дарит очень хорошо. Можно прочитать. Шлем кочевников гирмов. Коренастые гирмы – добросердечный кочевой народ. Но люди сочли их нечестивыми и изгнали под землю. Но, похоже, один из них выбрался наружу. Душа гордого рыцаря – человеческая фигурка. Хотя его, возможно, за какой-то проступок посадили вот в эту тюрьму. Где он впоследствии стал полом. Не получается у меня с первой попытки. Здесь, по-моему, вообще больше ничего нет. Так что я, возможно, зря трачу свое время. Дают они не так много душ. Здесь у нас аквадук и темновесие. Так, не будем пока того парня отвлекать. Пусть он там наслаждается своим завтраком. В принципе, всегда можно, кстати, держать в руке кинжал для таких случаев, чтобы делать сзади бэкстебы при помощи кинжала. Он явно будет убивать всех практически с первого удара. Очередная засада. Интересно, не достал. Да, эти твари кидаются обычными камнями, они не отравляют. Судя по всему, у них большие либо пузики, либо яйца. Я не знаю, что это похоже. Пивные животики, короче. Возможно, стоило поставить рапиру. Ну ладно, пока поорудуем мечом. Ключ фароса тоже очень полезный предмет. Выпьем на всякий случай эстуса, потому что здесь у нас он целая бригада. Так, возможно, им понравится моя магическая урна. Но я в этом не уверен. Блин, слабоватая урна. Возможно, это все из-за того, что у меня херовый интеллект. Сама цвет жизни. Душа. И человеческая фигурка. Давайте, кстати, потратим одну человеческую фигурку. Надоело мне уже ходить в виде позеленевшего зомби. Очередная статуя. Такую статую мы уже наблюдали. Только здесь она разрушена. Здесь очень много подобных статуй. Еще один костер. Здесь у нас развилка на три пути. В данный момент нам нужно вот сюда, в самый туманный. И бежать как можно быстрее. Желательно по левому краю, чтобы не заблудиться. Здесь очень опасные враги. К тому же они еще и невидимые. Поэтому лучше не привлекать их внимание. И враги, как все хорошо. Для начала заберем здесь спрятанный предмет. Огненное семя. При помощи них как раз можно усиливать пламя пирамантии. И здесь у нас персонаж. Точнее, его голова. Если я удерживаю имя в этом извините состоянии. Это очень редко запрятать эти пирамантии. Это очень приятно. Лучше, я был пригласен для защиты к Крингу. Я вспомнил очень, грустная борьба. И тогда кто-то убил меня. Так я подумал. Я не знаю, что это объясняет, но это не так плохое, действительно. Сейчас я смотрю на днях, смотрю на небо, думая о хороших вещах, далеко от войны. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что тебя приведет на эту дорогу, не знаю, что я дым спросить. Вы может быть огромным обманом, но мы все все хотим. Я предпочитаю оставить мою дистанцию. Но я хочу вас сообщить о что-то. Мой тел. Я вижу визы, мой тело, headless, проживая без меня. Моя тело, wielding мою саду, а саду, создавая лишь, чтобы убить. Моя тело не будет показывать, если вы видите, что-то злобное. Останьте далеко. Я учу новые вещи каждый день. Что-то я никогда не учусь в борьбе. И благодаря тебе, я вспомнил с радостью общения. Если я могу тебе помогать, если ты требует чего-то, говорите. Учить жесту обезглавливания. Я не могу поверить. Иногда я спрашиваю, что произошло из Кринга. Я был виноват, да, но мы солдаты смотрели в глаза вместе. И для своего бога. Я боюсь. Но, возможно, это для лучших. Мы не знали, что мы боремся. Я родился в Фероза. Я родился в Фероза, чтобы перейти в далеко. Когда я родился, мы были уже мированы в полном конфликте с нашими близкими. В конце концов, нашу Кринга умерла, и наши народы умерли. Я был виноват. Я уже был виноват. Все, что я знал, это война. И я не могу представить, никакого другого способа жить. Какой милый я был. Очередной уроженец Форосы. Похоже, что из Форосы очень много приходило искусственных бойцов. Он наемник, который сражался на стороне какого-то древнего королевства, которое, скорее всего, уже давно сгинуло. Здесь лежит только его голова в шлеме, а его тело все еще где-то буйствует. Ну, если выслушать всю болтовню, он дарит вам свой шлем. Также он продает несколько полезных вещей. Например, Клеймор. Если вы любите большие мечи, то ради Клеймора обязательно стоит к нему сходить, потому что только он продает этот меч. Также он продает еще и великий двуручный меч. Двуручный меч – прямой меч с очень длинным клинком. Один из немногих великих двуручных мечей. Никто не знал, что мечом такой разрушительной силы будет пользоваться человек. Рукояти меча касались лишь прославленные воины, потому что сражаться им под силу немногим. Клеймор – большой двуручный меч. Очень тяжелый, его можно держать только двумя руками. Позволяет использовать размашистые атаки, очень эффективный против группы врагов. Этот меч подходит только очень сильному и опытному бойцу. Также он продает большие стрелы разрушения. Большие стрелы с особыми наконечниками предназначены для поломки снаряжения. Вовсе не обязательно сломя голову бросаться настречу врагу, особенно если этот враг закован в доспехи. С помощью таких стрел можно лишить противника этого преимущества. Урна молний. Небольшая глиняная урна, в которой заключены молнии, взрывается, нанося урон молниями. Эту урну создали в Мельфии, стране магии и пиромантии. Сила молний в этой урне не слишком велика, но все же она станет отличным подспорьем для неопытного странника. Золотую смолу мы уже читали. И также продает одно чудо – магический барьер. Чудо, окружающее ваше тело волшебным барьером, повышает сопротивляемость магии, молниям, огню и тьме. Говорят, что это чудо защищает владельца каменной бронёй, и что оно было популярно среди рыцарей волшебников из Мирры. Давайте прочитаем его шлем. Шлем Венгарла. Этот шлем носил свирепый Венгарл из Форосы. Судя по шлему, на поле боя Венгарл едва ли отличался от бешеного зверя. Огненное семя. Крошечный огонёк используется для улучшения пламени пираманта. Пламя пираманта служит катализатором для пирамантий и увеличивает силу каждого заклинания согласно его уровню. Огонь часто становится объектом поклонения, его невозможно удержать в руках, а его тайны не подвластны человеческому разуму. И вот теперь уже можно вернуться обратно в Маджулу. У нас появился новый осколок. И так же нам нужна прокачка. Нам нужно 16 ловкостей. Так, сможем ли мы наскрести наш нац ловкости? Ну, давайте попробуем. Главное, случайно душу последнего гиганта не спалить. Да, и нам хватает мало того, чтобы прокачать ловкость до 16, нам ещё хватает, чтобы поднять два уровня. Ну, давайте эти два уровня мы... вложим... Нужна и жизнь, и стойкость, и адаптивность. Ну, давайте всё-таки первым делом мы вложимся в адаптивность. Теперь мы можем поставить нашу любимую Утиготану. Кто смотрел мои предыдущие прохождения Dark Souls, первого и третьего. Тот знает, насколько я там любил пользоваться катаной. Здесь, конечно, не буду так сильно злоупотреблять, потому что всё-таки хочется показать в прохождении как можно больше оружия. Вы, наверное, уже заметили, что я стараюсь использовать как можно больше различного оружия. Здесь у нас развилка, но пока налево мы пойти не можем. Можем пойти только направо. Так... Здесь у нас очень длинный винтовой спуск. Тут у нас алый круглый щит. Его можно было взять ещё в самом начале игры, как только вы попадаете в Маджулу. Но он настолько плох, что лучше вообще, наверное, без него. Обычный круглый щит из дерева. С помощью раскраски торговец попытался сделать этот обычный щит более привлекательным. Наш торговец понимал, что этот щит полная хрень, поэтому решил хоть как-то привлечь покупателя. Похоже на какую-то подземную канализацию. Душа пропавшего мертвеца и сломанный меч вора. Давайте посмотрим, что за сломанный меч вора. Сломанный прямой меч из-за своей длины считается скорее кинжалом. Дешёвый и стёртый, повидавший виды обломок. Впрочем, ворам такие клинки по душе. Ничем особо не примечательный меч. И огненная башня Хейда. Очень напоминающая. Маяк. А это у нас рыцари Хейда. И лучше их пока не трогать. Пока что они к нам нейтральны. Единственная проблема это вот эти здоровые дядьки. К сожалению, катана не самый лучший выбор против них. Лучше опять же использовать ударное оружие. Но, к сожалению, нормального ударного оружия у меня нет. Единственное, что у меня есть, это Моргерштерн. Можно, в принципе, его и попробовать поставить, конечно. Посмотрите, насколько он будет эффективен. Можем его тогда хотя бы немножко прокачать. Мошен мусор-ividade. Очень, конечно... Не разбавляйтесь. Кроме того, что он будет multiplayer. Стоп. Иран. Вы можете обмануть меня на Нор-Лондо. И гbat vape-респечку. что это как бы чуть ли не оно и есть, либо это принцесса Гвиньвер основала Хейт. Все, конечно, может быть, но мне кажется, что вряд ли. Особенно учитывая лор третьей части. Душа безымянного солдата, человеческая фигурка. Что очень сильно смущает, это то, что в Хейде можно повстречать Драконоборца Орнштейна. Кажется, я слишком перегружен. Да, вес 74. Слишком много я на себя взял. Если убивать этих рыцарей, то будут появляться такие рычаги, которые поднимают дополнительные секции на арену, где придется биться с боссом. Отсюда даже, по-моему, можно его разглядеть. Но, по крайней мере, отсюда можно точно разглядеть Лисию, которая молится наверху этой башни. Вон она сидит. Там же, кстати, можно разглядеть костер. А там можно разглядеть Виверну. И центральный храм. Локация башни Хейда, она хоть и красивая, но очень короткая. Здесь у нас такая дуэль. Те двое рыцарей не вступают в бой, пока не умрет первый. Катана очень неэффективна при контрударах. Кстати, забыл подобрать предмет. Так, мне не хотелось бы, конечно, сражаться сразу двумя на таком узком пространстве. Талисман Ллойда. Может, по-моему, подбирали такие талисманы. Хотя нет. Кстати, я пропустил такой один талисман. Где спасал нашу пироманку. Вот окаменение. Воу-воу-воу! Что-то пошло не так. Ну что ж, ладно. Попробуем со второго сезона. Рано. Опять рано. Для Катаны, конечно, маловато у меня смыслливости. Бледный камень. Давайте посмотрим, что нам только что дали. Первый предмет это бледный камень. Измененный волшебством титанит. Примените на оружии или щите, чтобы снять все посторонние эффекты. Этот титанит не отменяет усиления, но снимает все эффекты, такие как усиление магией, огнем, ядом. То есть, если хотите убрать закалку с вашего оружия, то вам необходим именно этот камень. И также еще треснувшая синяя ока. Предмет для игры по сети переносит вас в мир виновного. Этот предмет могут использовать только синие стражи. Накажите виновного, чтобы укрепить связь со своим орденом. Ну, пока мы еще не вступили в ковенант синих стражей, поэтому... Расскажу про этот камень позже. Приходится ходить в этом беретике, чтобы увеличивать шанс на дроп с этих противников, чтобы читать дополнительный лор. Ну, вот что-то пока вот эти рыцарей не особо... Да что ж ты будешь делать? Что-то сегодня у меня не ладится. Все катана виновата. Так, это у нас уже третий заход. И давайте попробуем использовать не катану, а рапиру плюс три. Нет, опять он меня цепляет. Как бы я ни старался, он все равно меня умудряет цеплять. Своим огромным двуручным мечом. Может попробовать этих парней просто обойти. Не достал. Зато он меня очень даже достал. Идеально было бы этих парней как-то разделить. Ну, или хотя бы как-то, да, засинхронить их атаки. Вау! Не вовремя я прикрылся щитом, конечно. Зато сколько предметов надавали. Старый щит рыцаря. Треснувшая синяя волка. Старый щит рыцаря. Древний щит. Щит принадлежал воину столь древнему, что не сохранилось никаких записей о его подвигах. Щит очень, очень непрочный. Порой разваливаясь на части, щит испускает мощнейший импульс силы. Ну что мы можем подчеркнуть из этого щита? То, что эти огромные рыцари очень и очень древние. И, кстати, если использовать человечность, я вам просто покажу. Но, скорее всего, не буду призывать на бой. Здесь у нас есть один белый фантом. Знак его находится здесь. Все у нас есть дваiamo. Так... Я даже не знаю, что поставить лучше против этого босса Давайте поставим обратно Утиготану Попробуем его зарезать при помощи нее И вот как раз у нас знак призыва потерявшийся Гленкур Но этот призыв не обязателен, поэтому мы его пока призывать не будем Единственное, можно его потом призывать, когда пойдем в другую сторону Драконий всадник Имеет очень размашистые атаки алебарды, но Если вы увеличили арену, то в принципе не составит какого-то труда его убить Скидывать он вас точно уже не сможет Правда, при этом его скинуть тоже уже не получится Так, похоже, надо будет выбрать момент для того, чтобы выбить Еслес Не вовремя, он прикрывается щитом Оу Да Оу Блин Да что ж сегодня за день такой Дело в том, что я совсем забыл, что Я не нажал на этот второй рычаг И поэтому наша арена Была не полностью поднята И вот такое вот нежданное падение я поймал Пока сюда бежал, решил никого не убивать, возможно зря Твою ж мать, я совсем забыл, что проходя через туман войны здесь нет айфреймов Ах, то есть кадров невыязвимости Похоже, я сегодня решил побить рекорд по количеству смертей в хейде Сколько раз я уговорил не записывать ролики в два часа ночи Но, к сожалению, у меня пока другого времени для этого нет Кстати, я совсем забыл Нужно бы поменять кольцо защиты от магии Оно мне сейчас абсолютно не нужно На кольцо увеличивающую физическую атаку В данный момент это будет более правильным решением Ну, третий удар был явно лишним Успеваю сегодня получать удар за ударом Ну, это оживление абсолютно бесполезно, потому что тут было 0 душ Арен, теперь мы подняли, теперь тут все как надо Не будем торопить события Посмотрим, что он вообще умеет Два замаха Выпад Вертикальный удар Вообще, его атаки не особо отличаются каким-то разнообразием Второй раз он стал бить Оу Да, вот такой вот быстрый выпад очень опасен Наверное, самая опасная его атака Как он меня умудряется доставать, я Вообще не представляю Вроде нахожусь от него на очень большом расстоянии При этом еще и отпрыгиваю, но и он все равно меня достает Из принципа не буду пить уже эстус Как говорится, сдохнул так сдохнул Начал открываться щитом Хрен знает, как я еще жив У меня 0 жизни Фух Что-то как-то у меня не задался Хейт сегодня Вообще не задался Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова